СОЛДАТЫ База ополченцев по интерьерам, административное здание бывшего завода. Или что-то вроде этого. Длинный коридор, в конце кабинет. Сейчас там, с маленьким Стасом, останется только психолог и наш оператор. Это не интервью. Это его последняя надежда найти своих родных и любимых. Эту картину невозможно забыть. Отец с приставленным к виску пистолетом и мама в разорванной одежде на полу. Не переживай. Этот детский рисунок черным карандашом пропитан болью и горем Стаса. На его левой руке как минимум три прокола от шприца, что кололи неясно. Скорее всего, наркотик. Так что вспомнить удалось немногое. Помнит, как в дверь их частного дома в Красном Лимане постучали. Открыла мама. На пороге стояли солдаты с украинскими шевронами. Национальная гвардия. Неладное почувствовал только когда разговор родителей с военными перешел на повышенные тона. Когда отец велел уйти в дальнюю комнату и запереть дверь изнутри. Когда мама начала кричать. Когда в окно он увидел, как его родных с мешками на голове, нас гвардейцы выводят на улицу и сажают в машину. Это были его первые слова, которые он произнес перед объективом. Каких сил ему стоило сказать это и не заплакать. Сдержался мужчина. За последнюю неделю он многое узнал. И, конечно, повзрослел. Ему 13, но он, кажется, уже никакой не ребенок. Его не нужно готовить к самому худшему. Он и так знает, что шансы найти отца с матерью живыми катастрофически малы. Но вдруг случится чудо. И его узнают, позвонят, найдут. В общем, он очень надеется. В книжке родили на голову. То есть, а куда тебя привезли? Увезли, не помнишь, слышал? Привезли в Узеевку. Узеевку. И что там было? Там они давали меня расспрашивать. Ну, как расспрашивать? Говорить. Ты согласен с таким заданием, чтобы я поехал сюда? Ну, и сказал, где находятся в узкие части ДНРС. От уколов, говорит Стас, помутнело в глазах, закружилась голова. Он помнит, что украинские солдаты пригрозили. Они убьют его родителей, если он не наденет бушлат на шпигованные радиопередатчиками. Вот этот. И не проследует к блокпосту защитников Донбасса. Нам сказали, что если ты не придешь сегодня, то их родители расстреляют или что-то еще сделают. Задумка проста. Ребенка, понятное дело, ополченцы не тронут. Примут, обогреют. В общем, другими словами, Стас должен был стать электронной точкой на карте ноутбука нацбордейцев. Электронной мишенью для их враги. Два дня первых он не помнит, что с ним было. Не спит он четыре дня и четыре ночи. Мальчик сейчас в заторможенном состоянии. На запястье правой руки точечные три следа прокола по ходу вены. Мальчика расширенные зрачки, фотореакции плохие. Фрагментарное выпадение памяти. Все, что было дальше, Стас почти не помнит. В сознании всплывают моменты. Как он на велосипеде мчится в сторону Донецкого аэропорта, как покорно расспрашивают ополченцев про блокпосты, и как его, грязного, испуганного, в одежде не по размеру, привозят в больницу. Дальше пустота. Отойдя от наркотиков, Стас с трудом вспомнил даже свое имя. Ты не знаешь русский. Ты не знаешь русский буквы. Ты знаешь, что это происходит. Ты хотел украинскую, что ли? Да. Наверное. А ты не знаешь? Нигде не так слышать. А ты не знаешь? Придя в себя, он заскочил с постели. Если он не вернется в срок, его родители убьют. Но ополченцы уговорили остаться, понимая, что спасать, вероятно, уже попросту некого. Родители Стаса для украинских военных ненужные свидетели, которые должны замолчать раз и навсегда. Он безмерно благодарен психологу Сабини, без которой он, наверное, бы сошел с ума. А она с ним возилась, словно с маленьким ребенком. И благодаря ей к нему начала возвращаться память. Ну, ты вчера оставил, что у тебя маленький поросен, как его звали? Катушка. Катушка? Ну, рисуй мне его. Вот так, с помощью карандаша и листа бумаги, он словно пазл восстанавливал свое прошлое. Сначала вспомнил свой дом, окруженный забором, собаку. Но даже трава и солнце на рисунке ребенка черного цвета. На лице Стаса порой мелькает улыбка. Нет, ему не стало лучше. Это защитная реакция такая, эмоциональные перегрузки. Психолог просит Стаса сделать пяти минутный перерыв. Устал, ему нужно отдохнуть. Небольшой подарок. С игрушкой, кажется, угадали. Стас на время отвлекается и уже улыбается по-настоящему. Впервые за последние дни. Кто тебе сегодня больше всех надоел, с кого и пуляет? Уже после того, как камера перестала записывать, Стас вдруг отложил игрушку и признался нам в том, о чем он не решался рассказать все эти дни. А ополченцы не рисковали спрашивать. Понимал ли Стас, что по его наводке могли погибнуть десятки людей? Оказывается, понимал. И раз он до сих пор здесь и не вернулся обратно, свой выбор, пусть и такой ценой, он сделал. Роман Игонин, Андрей Фишер, Тимур Воронов, НТВ, Донецкая Народная Республика. Вот еще раз рисунок украинского школьника. Так Стас пытается вспомнить, как выглядит его дом. Ну или, возможно, выглядел. Неизвестно, что стало с поселком после того, как туда нагрянули бойцы украинской нацгвардии. Сейчас в прямом эфире к нам присоединяется эксперт-психолог Ирина Корчагина. Ирина Леонидовна, добрый вечер. Добрый. Скажите, есть ли шанс, что Стас вспомнит, где видел в последний раз своих родителей? На ваш взгляд, насколько серьезна его амнезия? Ну, амнезия действительно очень серьезна. Ребенок очень сильно травмирован всеми событиями. И той ситуации в целом, которая происходила, и с тем, что лично с ним это отражено на рисунке. Обратите внимание, там практически нет людей. Непонятно вообще, что это за зверьки. Солнце, я сначала подумала, что это какая-то свинка. Очень много черного цвета. Очень тревожные линии. Поэтому, конечно, травма очень серьезная. Но я все-таки верю в то, что детская психика, она очень пластичная и гибкая. И в принципе, ну амнезия вообще в принципе поддается коррекции, даже у взрослых. А у детей, ну, есть больше шансов на самом деле. Скажите, ну что нужно делать теперь? Как помочь ему вспомнить все? Ведь для него это сейчас чрезвычайно важно. Чрезвычайно важно сделать акцент не на медикаментозное лечение, а на эмоциональное. То есть ребенку нужны поглаживания, объятья, даже так говорится, объятья терапии, есть такое понятие. Больше каких-то приятных воспоминаний, приятных картинок, и обязательно вот это вот дружеское объятие, похлопывание, поглаживание по голове, трогание руками. Вот это очень важно сейчас. Ну что ж, спасибо. Будем надеяться, что ваши советы помогут. И в нашей следующей программе мы расскажем о счастливом продолжении этой пока, к сожалению, ужасной истории.